Беседа на слова апостола, имея тот же дух веры по написанному. 2 Коринфянам 4.13 Мудрейший из врачей видит, что рана требует железного ножа, делает рассечение. Но делает это не без скорби и не без сострадания. А скорбят и вместе радуются, не меньше самих испытывающих рассечение. Они скорбят по причине боли, причиняемой рассечением. А радуются выздоровлению, происходящему от него. Так поступил и Павел, мудрый врач душ. Обличив некогда Коринфян, которые имели нужду в сильнейшем обличении. Он и радовался, и печалился. Печалился, потому что причинил им скорбь, а радовался, потому что сделал пользу. Выражая то и другое, он и говорит. Если я и опечалил вас прежним посланием, но не жалею, хотя и пожалел было. Второе Коринфянам 7-8. Почему он раскаялся? И почему опять не раскаивается? Раскаялся, потому что очень сильно поразил их. Не раскаивается, потому что исправил их. А дабы ты убедился, что действительно поэтому, высушай дальнейшее. Второе Коринфянам 7 глава 8-9 стих. «Посему, если я и опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Если я, говорит, на время опечалил вас, то эта печаль кратковременная, а польза постоянная. Позвольте же и мне, прошу вас, сказать эти слова любви вашей. «Если и оскорбил я вас прежним увещанием, то не раскаиваюсь, хотя и раскаялся было, потому что вижу, что тогдашнее увещание и наставление, хотя на время опечалило вас, но нам принесло много радости. Но эта радость послужила, скорбь послужила в покаянии. Вот эта самая печаль ваша по Боге, какое произвела в вас усердие. Сегодня у нас собрание блистательнейшее, зрелище торжественнейшее, сон братьев многочисленнейший. Это усердие, плод той печали. Поэтому сколько тогда я скорбел, столько теперь радуюсь, видя духовный виноградик наш, наполненный плодами. Если при предложении яств чувственных многочисленных гостей доставляет некоторую честь и радость пригласившему их, то тем более это может быть при предложении яств духовных. Между тем там, чем больше приглашенных, тем больше истребляется предложенного и делается больший расход. А здесь, напротив, многочисленность собравшихся не только не истребляет, но еще умножает трапезу. Если же там расход доставляет удовольствие, то тем более здесь доставит это прибыток, потому что таково свойство духовных яств. Чем большему числу они разделяются, тем больше умножаются. Итак, если у нас трапеза полна, то я надеюсь, что и благодать Духа будет сообщаться уму вашему. Потому что, когда она видит много присутствующих, тогда предлагает обильнейшие угощения. Не потому, чтобы она презирала немногих, но потому что желает спасения многих. Поэтому и Павлу, явившийся Христос, повелел пройти другие города и остановиться в Каринфе, «Сказав, не бойся, но говори и не умолкай, потому что у меня много людей в этом городе». Диане 18.9. Если ради одной овцы пастырь ходит по горам или сам и пустыням, то когда предстоит ему многих овец обратить от беспечности и заблуждения, не окажет ли он великого усердия? А что он действительно не презирает и не многих? Послушай, как он сам говорит. «Так нет воли отца моего, что погиб один из малых сих». Ни малочисленность, говорит, ни незнатность не располагает его пренебрегать нашим спасением. 277. Итак, если таково попечение его о малых и немногих, и таково о многих, то предоставь все его изволению. Обратимся к изречению Павла, прочитанному сегодня. Какое же это изречение? 2 Коринфянам 5.1 Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Или лучше обратимся выше, к самому началу мысли. Как отыскивающий источник, увидев влажное место, не только там роет, но, руководясь этой влагой и жилою, распростирается далее, внутрь, пока не достигнут до самого корня и начала потока. Так точно поступим и мы. Нашедший духовный источник, проистекающий из мудрости Павловой, мы, руководясь его изречением, как бы некоторую жилою, пойдем к самому корню мыслей. Где же это начало и корень? 4.13 Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Что говоришь ты? Если бы ты не веровал, то и не говорил бы, и стоял бы безмолвным. Да, говорит, без веры я не могу ни отверст, уз, ни двинуть языка, ни раскрыть губ, и, будучи одарен даром слова, стою безмолвным без ее наставления. Как растение без корня не может произращать плода, так без предварительного существования веры не может произойти и слово учения. Поэтому и в другом месте он говорит, сердцем верует в праведность, а усами исповедует ко спасению. Римлянам 10.10 Что может быть лучше этого дерева? Или даже сравниться с ним, когда не только ветви его, но и самый корень приносит плод. Корень – оправдание, а ветви – спасение. Поэтому он и говорит, веруем, потому и говорим. Как палка, крепко поддерживающая, дрожащая от старости ослабевшие члены, не допускает поскользнуться и упасть. Так точно и вера. Надежнее палки, подкрепляя нашу душу, колеблемую и волнуемую немощью помыслов, и поддерживая силы собственной крепости, безопасно утверждает ее, никогда не допускает ей приткнуться, и исправляя немощь помыслов избытком собственной силы, разгоняя происходящий от них мрак и озаряя собственным светом душу, сидящую в смутных помыслах, как бы в темном доме. Поэтому лишенные ее находятся в состоянии не лучшем того, в каком живущие во мраке, но подобно тому, как те и ударяются об стены, и толкаются со встречными, и низвергаются во враги и пропасти, и глаза не приносят им никакой пользы, когда нет руководительного света, так и лишенные веры, и толкают друг друга, ударяются от стены, и, наконец, не извергаются, увлекая сами себя в бездну погибели. 278. Свидетелям этих слов те, которые похваляются мирской мудростью, и тщеславятся отпущенной бородою, истертым плащом и палкой, Они после длинных и многих рассуждений не видели камней, лежащих пред них глазами, потому что если бы они взирали на них, как на камни, то не стали бы почитать их богами, они восставали друг против друга и низвергались в самую глубокую бездну нечестия, ни от чего иного, как от того, что доверялись во всем собственным своим рассуждениям. Выражая и это, Павел сказал римлянам 1.21. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, а безумели?» Далее, приводя и доказательства их помрачения и безумия, он прибавил. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». «Но весь этот мрак, вера пришедшая, изгоняет из души принявшего ее, и как спущенный якорь удерживает корабль со всех сторон, обуреваемый напором ветров и заливаемый поднимающимися волнами, и укрепляет ее среди моря». «Так точно. Когда при входящей от вне помысл обуревает наш ум, пришедшая вера надежнее якоря, избавляет его от кораблекрушения, приводя его к полному убеждению, что корабль входит в тихую пристань». Выражая это самое, Павел и сказал Ефесянам 4.11.14 «И он поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Видишь ли действие веры, как она как бы некоторый надежный якорь устрашает колебания? Об этом он пишет в послании к евреям, выражаясь о вере так 6.19, «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее зазавесу. Дабы и ты, услышав об якоре, не подумал, что он влечет вниз. Апостол показывает, что необыкновенное свойство этого якоря то, что он влечет не вниз, но возносит ум вверх, поднимает к небу и возводит во внутреннейшее зазавесу». Завесу я назвал здесь небо. Почему и для чего? Потому что как завеса отделяет святое святых от внешней части скинии, так точно и это небо, подобно завесе распростертое среди создания, отделяет от внешней части скинии, то есть от этого видимого мира святое святых, то есть горнее и высшее, куда прикиньте через нас вошел Христос. 279. Смысл слов его следующий. «Вера, говорит, он возвышает нашу душу туда, не допуская ей угнетаться никаким из настоящих бедствий, но облегчая труды, надежды будущего». Подлинно, кто взирает на будущее, надеется на небесное и устремляет туда умственные очи, тот не чувствует скорби от настоящих бедствий, как не чувствовал и Павел. И, объясняя причину такого любомудрее, говорил Коринфянам 4, 17. «Ибо красковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Как и каким образом? Когда смотрим не на видимое, но на невидимое. «Очами веры, как очи телесные не видят ничего умственного, так очи веры не видят ничего чувственного». На какой вере, говорит здесь Павел? Название веры имеет двоякое значение. Веры называется та, которой некогда апостолы совершали знамение, и о которой Христос сказал, «Если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горей сей, вернись в море, перейди отсюда туда» и перейдет. Также, когда ученики не могли избавить лунатика от беса и хотели узнать причину этого, то он указывает им ее в недостатке веры, сказав «За неверие ваше». И Павел об этой же вере говорит. «Если будем иметь и веру, и горы переставлять, равным образом, когда Петр и я пешим по морю начал утопать, то Христос укорил его за недостаток этой же веры, сказал «Маловерный, зачем усомнился?» Итак, верой называется та, которая совершает знамения и чудеса. Верой же называется и та, которая руководит к познанию Бога, по которой каждый из нас есть верный. О ней говорит апостол в послании к римлянам. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, что вера ваша возвещается во всем мире». Римлянам 1.8. Также к фессалоникийцам. «От вас пронеслось Слово Божие не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». 1.8. На какую веру он указывает здесь? Очевидно, на веру познавательную, как показывают дальнейшие слова. «Веруем», — говорит он, — «потому и говорим». Чему веруем? Что возникший Иисуса, воскресивший, и нас воскресит своей силою. Но почему он называет ее духом веры и включает число дарований? Если вера есть дарование, и только дар духа, а не наша заслуга, то и неверующие не будут наказаны, и верующие не удостоятся похвалы, потому что таково свойство дарований. За них не получают венцов и наград, так как дарование не есть заслуга, получивших его, а дар щедрости подателя. Поэтому Господь повелел и ученикам не радоваться тому, что они изгоняли бесов, и лишил Царства Небесных тех, которые пророчествовали его именем и творили силы многие, знамения, так как собственными заслугами они не могли похвалиться, а хотели спастись одними только дарованиями. 280. Итак, если и вера есть нечто такое, если в ней мы ничего не привносим от себя, но все принадлежит благодати духа, который внедряет ее в наши души, и мы не получим за это никакой награды, то как же апостол говорит, сердцем верует в праведности, а устами исповедуем ко спасению? Значит, вера есть, также доброе дело у веровавшего. Как и в другом месте он выражает то же самое, когда и говорит о невелающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Ремен 4.5. Если все принадлежит благодати духа, как и патриарха Авраама, патриарха он увенчал за нее бесчисленными похвалами, за то, что тот, презрев все настоящее, поверил с надеждой, сверх надежды. Итак, для чего же апостол называет ее духом веры? Он хочет показать, что вначале уверовать и покориться призыву зависит от нашего благорасположения. А после того, как вера уже внедрена, мы имеем нужду в помощи Святого Духа, для того, чтобы она пребывала постоянно непоколебимую и неизменную. Ни Бог, ни благодать духа не предваряет нашего расположения, но хотя призывает, однако ожидает, чтобы мы пришли добровольно и по собственному желанию, а потом, когда мы уже пришли, тогда подает от себя всякую помощь. Так как дьявол, после того, как мы приступили к вере, тотчас приходит, желая вырвать этот добрый корень и спеша посеять плевелы и повредить истинные и чистые семена, то мы имеем тогда нужду в помощи Духа, дабы он, приседя нашей душе, подобно трудолюбивому земледельцу, своим великим попечением и промышлением со всех сторон ограждал новонасажденное растение веры. Поэтому апостол в послании к фессалоникийцам и говорит, Духа не угошайте. Внушая, что по пришествии благодати Духа мы будем недоступными для лукавого беса и всех ущищрений его, потому что, если никто не может назвать Господа Иисусом, только Духом Святым, тем более никто не может соблюсти веру свою безопасную и твердую, как только Духом Святым. 281 Но как можем мы привлечь к себе помощь Духа и расположить его, пребывать в нас? Добрыми делами и хорошей жизнью. Как свет светильника поддерживается Илеем, с уничтожением которого и он прекращается, исчезает, так точно и благодать Духа. Когда есть у нас добрые дела, и душа орошается в великой милостыне, пребывает в нас, как огонь, поддерживаемый Илеем, а без нее отступает и удаляется, как это и случилось с пятью девами. Так как они после многих трудов и подвигов не запасли на помощь себе человеколюбие, то и не могли удержать при себе духовного дарования, поэтому и были отлучены от брачного чертога и услышали страшные слова, которые тяжелее гиенны. Отойдите! Не знаю вас! Поэтому и названы глупыми, юродивыми и справедливо, так как они, преодолев сильнейшие похоти, были побеждены слабейшую. Посмотри, они победили силу природы, обуздали бешеную ярость, укоротили волны похоти, живя на земле, показали жизнь ангельскую, и, будучи обличены телом, подражали бесплотным силам. И после такого подвига не подавили в себе страсти к деньгам, поистине глупые и неразумные, потому что они не удостоились прощения. Их падение было следствием одной беспечности. Они были в состоянии угасить разожженную таким пламенем печь похоти, переступить далее пределов и сделать больше заповеданного, потому что девство не есть закон, но предоставлено воле слушающих, и после этого были побеждены страстью к деньгам. Что может быть жалче их, потерявших с головы своей венец за малую часть серебра? Говорю это не с тем, чтобы опустились руки девственниц, чтобы прекратить девство, но чтобы они не трудились без пользы, чтобы после бесчисленных подвигов не удалились с поприща неувенчанными и покрытыми стыдом. Девство — дело доброе и вышеестественное, но это доброе, великое и вышеестественное дело, не будучи соединенность с человеколюбием, не может ввести даже в преддверие брачного чертога. Посмотри на могущество человеколюбия и силу милостыни. Девство без милостыни не могло довести даже до преддверия брачного чертога, а милостыня без девства привела питомцев своих с великою славой к царству, готовной прежде создания мира. Те, за то, что не оказывались щедрой милости, не услышали «Отойдите! Не знаю вас!» А эти, напоившие жаждущего и напитавшие алчищего Христа, хотя и не отличались девством, услышали «Придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира!» И весьма справедливо, потому что девственник и постник полезен только себе самому, а милостивый есть общая пристань обуреваемых, избавляет ближних от бедности и удовлетворяет нуждам других. Из добрых же дел те обыкновенно ценятся выше, которые служат на пользу другим. Дабы и ты убедился, что этого рода заповеди преимущественно перед всеми другими угодны Богу, Христос, беседуя о посте и девстве, упомянул о Царстве Небесном. А заповеды о милостыне и человеколюбии, о том, чтобы мы питали в себе милосердие, указал на награду гораздо выше Царства Небесного. «Будете сыны Отца вашего Небесного». В самом деле, те заповеди особенно делают людей подобными Богу, насколько людям возможно быть подобными Богу, которые служат к общей пользе. Это самое выражая, Христос и сказал, «Как солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливать на праведных и неправедных, так и вы, употребляя свои имущества по возможности на общую пользу братьев, подражаете тому, кто не спосылает благо свои всем одинаково». Великое достоинство девства, и поэтому я желаю, чтобы оно особенно было соблюдаемо. Но достоинство девства состоит не в воздержании только от брака, а в человеколюбии, братолюбии и сострадании, «Что пользы в девстве с жестокостью? Что пользы в целомудрии с бесчеловечием? Ты не увлеклась телесной похотью, но увлеклась страстью к деньгам. Ты не пресилась наружностью человека, но пресилась красотой золота. Ты победила сильнейшего противника, но меньший и слабейший преодолел тебя и победил. Поэтому твое поражение сделалось постыднейшим. Поэтому ты не получила прощения, как преодолевшая такое насилие и укротившая самую природу, но предавшаяся сребролюбии, которое часто и рабы, и варвары могли побеждать без труда. Зная все это, возлюбленные, и в браке живущие, и в девстве подвязающиеся, будем прилагать великое усердие к милостыне, потому что иначе невозможно достигнуть Царства Небесного. Если девство без милостыни не могло привести в Царство, то какое другое доброе дело может или будет в состоянии сделать это без нее? Нет, никакое. Итак, всей душою и всеми силами будем подливать елея в светильники, и пусть это делается щедро и постоянно, чтобы свет всегда был ясный и обильный. Ты смотри не на бедного, который принимает, но на Бога, который воздает, не на того, кто получает серебро, но на того, кто делается должником твоим. Для того один принимает, а другой платит, чтобы с одной стороны бедность и несчастье принимающего расположили тебя к милости и состраданию, а с другой богатства, имеющего отдать, ручающегося за уплату с великой прибавкой, внушало надежду на некоторую выгоду и располагало к милостыне с большей щедростью. Кто, скажи мне, имея в виду получить, во сто раз более и, будучи совершенно уверен в уплате, не отдаст всего? Не будем же беречь деньги. Или, лучше, будем деньги беречь, потому что кто бережет свое имущество, тот полагает его в эту неприкосновенную сокровищницу, недоступную ни для разбойников, ни для слуг, ни для злых завистников и ни для каких козней. Если же ты, слыша и это, не решаешься отдать что-нибудь из своего имущества, и ни стократное получение, ни несчастье бедного и ничто другое не может склонить тебя, то вспомни о своих грехах, войди в сознание своей греховности, исследуй всю свою жизнь, осмотри тщательно все свои грехопадения. И тогда, хотя бы ты был бесчеловечнейшим из всех людей, постоянно чувствуя страх за свои согрешения и, надеясь милостынию, заслужить себе их прощения, ты отдашь и самое тело свое, не только что деньги. Если страдающая ранами, желая избавиться от болезней телесных, не жалеет никакого имущества и готова отдать даже самую одежду, чтобы избавиться от своей болезни, то тем более мы, желая избавиться милостынию от болезни душевной и от тяжких ран греховных, должны оказывать ее со всем усердием. Притом в болезнях, бросая серебро, нельзя вдруг исцелиться от боли, но часто нужно испытывать и рассечение, и прижигание, и горькие лекарства, и голод, и холод, и другие тихчайшие предписания. А здесь не так. Но достаточно отдать серебро в руки бедных, и все грехи тотчас омоются без боли и труда. Врач, исцеляющий душу, не имеет нужды ни в приемах, ни в орудиях, ни в железе, ни в огне, но ему довольно сделать только мановение. И все грехи исчезают из нашей души и обращаются в ничто. 284. Не видишь ли, какие суровые подвиги переносят монахи, возлюбившие уединенную жизнь и удалившиеся на вершины гор, имея постелью землю, одеваясь во власеницу, облагая все тело веризами и заключив себя в тижине, они постоянно борются с голодом, живут в слезах и невыносимых бодрствованиях, чтобы омыть хотя малую часть своих прегрешений, а тебе можно без всяких подобных суровых подвигов этим легким и удобным способом доказать свое благочестие. Что за труд, скажи мне, пользуясь имуществом, употреблять излишние сверхнужды на бедных? Если бы даже не было положено награды, если бы даже не было назначено воздаяние, то самое свойство дела не состояние ли убедить самых упорных употреблять избытки на утешение нуждающихся? А когда за милость не есть такие венцы, такие награды, такое прощение грехов, то какое, скажи мне, будут иметь оправдания те, которые жалеют денег и потопляют душу свою во грехах? Если же тебя ничто другое не располагает и не побуждает к состраданию и милостыне, то вспомни о неизвестности кончины и представь, что если ты не дашь бедным, то с наступлением смерти невольно оставишь все другим, и потому будь человеколюбивым теперь, подлинно было бы крайне безумно не давать добровольно другим нуждающимся из того, чего мы должны будем лишиться невольно, тогда как при том мы можем получить такие блага за эту щедрость. Чтобы ваш избыток, говорит, послужил в них недостаток. Что значит эти слова? Ты получаешь больше, нежели даешь. Даешь чувственное, а получаешь умственное и духовное. Даешь серебро, а получаешь отпущение грехов. Ты избавляешь бедного от голода, а он избавляет тебя от гнева Божия. Это некоторая мена и торговля, приносящая прибыток. Гораздо больше расхода и выгоду значительнее. Расход состоит в деньгах, а прибыток не в деньгах только, но и в отпущении грехов и в дерзновении пред Богом, в Царстве Небесном и в наслаждении благами, которых око не видело, ухо не слышало и на сердце человеку не приходило. Поэтому не нелепо ли, когда как купцы не жалеют ничего из своего имущества, имея в виду не какую-нибудь необыкновенную прибыль, но подобную истраченной сумме, мы имеем в виду завистленные и приходящее благо приобрести неприходящее и тленное, но не тленные и бессмертные, не оказываем такой же попечительности о своем имуществе, как и они. Нет, братья, не будем так дурно заботиться о своем спасении, но, зная пример и дев, и отосланных в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, за то, что они не напитали и не напоили Христа, будем удерживать в себе огонь духа с щедродательностью и обильной милостыней, дабы нам не потерпеть кораблекрушения в вере. Вера имеет нужду в помощи и присутствии духа, чтобы ей оставаться непоколебимой, а помощь духа обыкновенно подается за чистую жизнь и доброе поведение. Поэтому, если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую жизнь, которая располагает духа пребывать в нас и поддерживать силу веры. Невозможно, подлинно, невозможно, чтобы проводящий нечистую жизнь не колебался и в вере. Пустословящие о судьбе и неверующие спасительному учению в воскресенье впали в бездну такого неверия вследствие нечистой совести и развратных дел. Как страдающие горячки, желая уничтожить жар, часто бросаются в холодную воду и на краткое время утишив боль, потом подвергаются сильнейшему пламени. Так точно и имеющие порочную совесть, стараясь найти утешение и не желая омыть грехи покаянием, придумали господство судьбы и неверия в воскресенье. Таким образом, утешая себя на краткое время холодными рассуждениями, они воспламенят для себя больший огонь гиены, когда, оставшись беспечными и потом перешедши туда, увидят, что каждый сам должен дать отчет за свои прегрешения. И дабы убедиться, что это справедливо и что злые дела вредят твердости веры, послушай, что говорит Павел в послании к Тимофею. Да воинствует, говорит он, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. А добрая совесть обыкновенно бывает от жизни и правых дел, которые некоторые, отвернувши, хоть отпали от веры. И еще в другом месте корень всех зол сребролюбия. Некоторые, желающие обогащаться, уклонились от веры. 1 Тимофею 6.10 Видишь ли, что и те потерпели кораблекрушение, и эти уклонились, потому что те отвергли благую совесть, а эти предались сребролюбию. Тщательно размышляя обо всем этом, постараемся о добром образе жизни, чтобы получить нам двойную награду. Одну уготованную в воздаянии за дела, а другую в воздаянии за твердость в вере. Что пища для тела, то жизнь для веры. И как плоть наша по естеству своему не может поддерживаться без пищи, так и вера без добрых дел, потому что вера без дел мертва. Осталось наконец сказать об одном. Что значит тот же? Апостол не сказал просто, имея дух веры, но и имея тот же дух веры. Я желал бы объяснить и это. Но так как вижу много потоков мыслей, проистекающих из этого простого слова, то опасаюсь, чтобы множеством того, что нужно будет сказать, не затопить всего сказанного и не сделать бесполезным для вас настоящего поучения, повредив вам неумеренности. Поэтому, прекращая здесь беседу, прошу и умоляю вас тщательно соблюдать сказанное, все, что вы слышали о жизни, вере, девстве, человеколюбии и милостыне. И твердо, помняя это, быть готовыми к слушанию последующего. Тогда только наше собеседовательное знание, здание будет прочно и непоколебимо, когда прежде сказанное будет хорошо внедрено в ваших умах, а затем мы станем прилагать и дальнейшее. Бог же, даровавший нам сказать это и вам выслушать с усердием, да сподобит нас явить плоды от дел. Благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.